Данная задача продолжать выявлять данные преступления по системе «Скордак Томоза» Они на территории нашего города, какие группы действуют, продолжают, забирается продажный опыт Мы информацию располагаем и предпринимаем все меры к реализации данной информации Додержание фигурат в причине куководной ответственности Это цифра, сколько изрядно приходит сюда, сколько изрядно приходит сюда, сколько изрядно приходит сюда Это не годный отбор, это число наше целое настроение Так, у нас в прошлом готовили работы, а еще один из наших людей Кому-то выгодно, скорее всего, первославным вопросом Пустили слух, что наше струнтространство, на самом деле, со службой местами Мы будем договорить, что сейчас у нас будет усиливаться Я думаю, что с ним он еще будет существовать Будет отчетный доклад за прошлый год Мы просто смотрели, какую информацию до комиссии нужно немножко еще привезти Например, Анатолий Анатольевичу ее все упомянул Просто хотелось бы сказать, какую большую работу Как делать такое направление, как собаки досмотрели Я цифры не выписал, но во всяком случае Там где-то очень большая находка идет по табачным изделиям, но и по наркосодержащим психотропным веществам Для наркотической комиссии является координация деятельности всех субъектов антинаркотической деятельности К ним относятся в первую очередь ФСК и МВД В свете профилактики от комитета образования, комитета по делам молодежи, комитета по культуре, спорту по делам молодежи Несомненно, органы местного самоуправления В вопросах лечения органов здравоохранения В вопросах реабилитации для медицинского центра «Новая жизнь» В вопросах информационного противодействия администрации района и средств массовой информации общественной организации Координация деятельности вышеперечисленных субъектов – это функция антинаркотической комиссии Эта работа осуществляется в виде проведения заседаний, на которых вырабатываются определенные решения Исполнение которых находится под контролем комиссии В прошлом году мы провели 5 заседаний, на которых было рассмотрено более 19-20 вопросов Были заслужены главы трех поселений, главы профильных комитетов И был осуществлен контроль за выполнением антинаркотического плана Следует отметить, что план выполнен в полном объеме Было запланировано и освоено 200 с небольшим тысяч рублей Эти деньги были потрачены на профилактические мероприятия по линии комитета по образованию Комитетом по культуре, спорту и делам родителей На следующий год надо планировать более 300 тысяч рублей Трудную профилактику Если говорить о наиболее значимых мероприятиях, которые проводились под эгидой И с координацией антинаркотической комиссии То это участие всех органов местного самоуправления в областной акции область без наркотиков Это проведение Международного дня противодействия и борьбы с наркоманией Это психологическое тестирование в учреждениях образования 5-11 класса Это рейдовая работа, работа по выявлению наркопитонов Работа с родителями по объяснению необходимости проведения медицинского тестирования учащихся Потому что, как показывает статистика, полгода назад такая была, что порядка 40% родителей Категорически возражает против проведения медицинского тестирования учащихся Объясняет это в первую очередь тем, что боятся, что вдруг ребенок на этом деле засветится И информацию выйдет на руле Вот это основные мероприятия, которые были проведены в 2014 году На 2015 год у нас, по сути, остались те же мероприятия Это борьба со спросом на наркотики и борьба с предложением на наркотики Но в связи с созданием нового областного закона Поставлена еще одна задача Это ранняя диагностика наркозависимых Их реабилитация и ресоциализация Как это все будет происходить на уровне области, пока еще непонятно Но идея заключается в том, что органы местного управления, комиссии Территориальные и правоохранительные органы должны выявлять из группы риска наркозависимых людей Направлять их в наркологический кабинет, где с ними будет беседовать нарколог Выяснять, согласен ли он на лечение И если он согласен на лечение, область будет приписывать ему сертификат И направлять в какой-то регуляционный центр Но пока проблемы с центрами, пока проблемы с сертификатами И как это будет выглядеть, это сложно сказать Особенно в условиях сложного экономического положения в стране Тем не менее, такая задача поставлена На что еще хотел бы обратить внимание Это вы мне все представили антинаркотические планы Сотворданных местным самоуправлением, да? Прислали их на основании тех рекомендаций, которые я давал еще полтора назад Я попрошу включить в раздел руководящий документы Новый областной закон о профилактике незаконного употребления наркотических средств НС и психотропных веществ, когда, запятая, наркомании в Ленинградской области Ну и все, хотел бы помогали всех членов комиссии за работу в прошлом году И надеюсь, что в этом году у нас будет не хуже По инициативе комитета по образованию областного Провести огромное родительское собрание с такой прослепительской целью Родителей на предмет того убеждать, что надо делать ранее тестирование Потому что мы столкнулись с тем, что родители не только против медицинского тестирования Они и против весь психологического тестирования Да, это да Далеко не все родители соглашаются А там абсолютно, ну, говорили уже на комиссиях Ну, дело в том, что я понимаю, что приглашают на такое родное событие специалистов Достаточно авторитетных 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 И после чего ситуация, в общем-то, не меняется Желается приехать на торопиться сама Так что членам комиссии в апреле месяце Мы даже можем раскинуть эту информацию Порекомендовать на это присутствие Как это будет выглядеть Может, какие-то вещи мы будем делать на уважение В следующем году археологическая служба Находится в составе Кигисепска межрайонной больницы Кабинет Мы называем это кабинет Методическое руководство осталось Однекрадским областным наркологическим диспансером То есть у нас методическое руководство сохранилось Лома Медицинскую помощь наркозависимым Оказываем мы у себя наркологическим кабинетом Кроме того, направляем в стационар Стационар для лечения наркозависимых есть В областном наркодиспансере И в Выборском межрайонном наркологическом диспансере И, конечно, амбулаторная служба сохраняется И оказывает медицинскую помощь Самая главная наша задача Это выявление наркологических заболеваний Желательно как можно в более ранние сроки Это касается в основном несовершеннолетних лет Далее это медицинское свидетельствование На состояние обвинения И наблюдение Профилактическое наблюдение Диспансерное наблюдение Проведение необходимых лечебных мероприятий Определение показаний для направления стационара И на медико-социальную реабилитацию Я должна сказать, что в областном наркодиспансере Существует отделение медико-социальной реабилитации И на базе Выборгского межрайонного диспансера Причем в Выборге с января этого года Открыто отделение реабилитации для несовершеннолетних Что очень важно И я думаю, что мы этим отделением постараемся пользоваться Очень широко Направляют к нам в уголовно-исполнительные инспекции То есть есть лица, которые осуждены условно И решением суда им рекомендовано пройти обследование И лечение в наркологическом кабинете Это первая категория лиц Вторая категория – это лица, признанные наркоманами И которым судом дана срочка исполнения наказания И назначено альтернативное лечение И третья категория – это лица, которым назначен судом Административный штраф за употребление наркотиков Все эти лица обращаются в наркологический кабинет С ними мы проводим необходимые профилактические мероприятия По наблюдаемым и дальнейшим Значит, альтернативное лечение здесь обязательное в учет у нарколога А остальные категории – это добровольное наблюдение и лечение В регионе несовершеннолетних Употребляющих наркотические средства в основном Осуществляется в ходе нашей совместной работы С отделом по делам несовершеннолетних полиции Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации учебных заведений Родители обращаются с подростками для консультации Когда у них возникают подозрения, что ребенок неблагополучный Дальше при проведении различных медицинских освидетельствований Хочу сказать, что бывают у нас довольно часто случаи Когда ребенок обследуется по другим причинам Например, употребление алкоголя Употребление токсических веществ И параллельно мы обнаруживаем в его организме наркотические средства Буквально в этом году у нас была выявлена группа подростков В поселке Котейском, которые дышали бензином Причем один из подростков, уже довольно взрослый, можно сказать 98-го года мальчик И у двоих из этой компании были обнаружены параллельно И наркотические средства к каннабиноидам То есть курили они хорошо Причем один из подростков, уже довольно взрослый, можно сказать